Более 350 вызовов в день обслуживают 18 бригад скорой неотложной помощи Талдыкургана. Врачи и фельдшеры в постоянной боевой готовности. Пандемия круто изменила ритм жизни медицинских работников. Нагрузки стало в разы больше. Борьбу с опасным недугом можно по праву назвать подвигом. И эти геройские поступки ежедневно совершает медперсонал неотложки. Берег Тулегенов фельдшер областной станции скорой неотложной помощи. Опытный работник со стажем в четверть века всецело отдал себя сложному, но благородному делу – экстренной медицине. Он вместе с коллегами находится на передовой борьбы с COVID-19. Работать в условиях пандемии сложнее и напряжённее, чем в мирное время. Но Берег Тулегенов признаётся, что уже привык к такому ритму жизни и о своём выборе профессии ещё ни разу не пожалел. Быть фельдшером, помогать людям – это была моя мечта. И вот, отучившись в медучилище, в начале 90-х начал свой трудовой путь. Конечно, за эти годы много интересного, трудного было в работе. Самый запоминающийся вызов – это принятие первых родов. Сейчас в день обслуживаем в среднем по 15-17 вызовов. Очень разные диагнозы и ситуации бывают. Но мне моя профессия в радость. Были и трудные времена во время пика пандемии. Тогда в день, бывало, выезжали на 30 вызовов. От нашей оперативности и качественного оказания медицинской помощи зависит многое. Поэтому я, мои коллеги, всегда стараемся действовать профессионально и чётко. Всего на сегодняшний день в городской станции скорой неотложной медпомощи работает 67 фельдшеров и двое врачей. Около 60% медработников – молодые специалисты, которые нуждаются в опыте. Берег Толигенов, как профессионал своего дела, всегда готов поделиться знаниями с коллегами, отмечает руководство скорой. Работа фельдшера – трудная профессия. В чём? Ограничение времени. Фельдшера всегда консультируются с опытными фельдшерами, со старшими врачами. Есть опытный, вот, здесь его называют Бергага. Он постоянно помогает молодым специалистам, никогда не отказывает. Как профессиональный кадр, он опытный, знающий, надёжный, как специалист. Вот, бывают такие ситуации, когда надо будет заменить кого-то, несмотря на ночь, выходные, дни. И мы, он в этом отношении, Берг очень надёжный человек, он всегда не отказывает и выходит на смену. Не очередь, потому что болеет за работу. Медработники скорой в боевой готовности 24 на 7. Помощь больному оказывается вне зависимости от времени суток и места. Тут важна слаженная командная работа бригады, ведь это один из важнейших показателей эффективности. В скорой работаю второй год. Нам, молодым специалистам, нужны наставники. Бергага – опытный фельдшер. Он консультирует и помогает нам разбираться в тонкостях оказания первой помощи больным. Конечно, рад, что есть такие люди. Я многому у него научился, и многое предстоит ещё узнать. Ведь каждый вызов индивидуален. А с Берегага я быстрее набираюсь опыта. Это показал и результат недавней аккредитации. Качественное медобслуживание зависит не только от квалификации и опыта сотрудников. От высокотехнологичного медицинского оснащения, автомашин, скорой помощи тоже зависит многое. Оно в областной станции скорой и неотложной медицинской помощи стопроцентное. Пану Семекова, Мадиб Айбосенов, Телеканал ЖТСУ. 60 человек получили возможность бесплатно изучать английский язык. Благодаря проекту Speaking Club в Центре обслуживания молодёжи. Притей на языковые курсы может каждый желающий. В качестве спикеров приглашаются лучшие носители языка, проживающие в городе и области. В этот раз помочь молодёжи в изучении английского прибыл иностранный преподаватель из Назарбаев интеллектуальной школы. Юсри Мухаммед родом из Судана. Английский в этой стране является одним из двух официальных языков. Казахстан его привела любовь к туризму. Я приехал сюда четыре года назад и до сих пор не хочу покидать эту страну. Мне очень нравится Казахстан. Люди здесь приветливые, воздух чистый, а природа красивая. Это одна из лучших стран, в которых я был, делится Юсри Мухаммед. Казахстан я полюбил с первых же дней. Особенно мне нравится Талдыкурган. Это очень чистый и спокойный город. Здесь нет шума и суеты мегаполиса, но в то же время это развитый областной центр. Получив приглашение провести урок, Юсри Мухаммед согласился не раздумывая. «Я с радостью приду ещё раз. Мне нравится общаться с молодёжью и помогать им», – рассказывает он. К слову, преподаватель из НИШ – не первый иностранный спикер в клубе английского языка. Предыдущим гостем был Габриэль Чан из Кении. Организаторы секции говорят, что чаще стараются пригласить именно жителей разных англоязычных стран, чтобы молодёжь могла познакомиться не только с языковыми нормами, но и культурой спикеров. «Каждый может освоить английский язык, и в современном мире это большой плюс для любого рода деятельности. Я рад помочь молодёжи расширить свои горизонты». «К слову, молодёжь согласна с креативным подходом организаторов. Это придаёт учебному процессу больше интерес, и мы легче и эффективнее усваиваем знания», – рассказывают члены клуба английского языка. «Я пришла первый раз в спикинг-клуб в феврале. Для меня английский язык – это ключ к будущему. Спикинг-клуб вообще проходит очень-очень интересно, с разными темами, довольно хорошо учить язык и общаться с носителями языка. Я пришла сюда с преинтермедиат уровень, и у меня довольно хорошо улучшился свой английский язык». На сегодняшний день участники проекта «Спикинг-клуб» добились многого. Некоторые из них уже говорят на уровне «А» по интермедиа или «Би-2». Данный показатель входит в тройку лучших оценок по международным критериям. Рустам Раубаев, Ержан Дюсен, Телеканал ЖТСУ. Сохраняя традиции, дни славянской письменности и культуры отметили в Ильичском районе Алматинской области. Филиал русского центра провёл праздник в узком кругу, следуя карантинным мерам. Творческие коллективы этнокультурного объединения подготовили небольшую концертную программу. На мероприятие побывала и наша съёмочная группа. Такие музыкальные произведения исполняет небольшой ансамбль «Лошкари», входящий в состав русского центра Ильичского района. Вот уже три года он действует при школе номер 17. Под руководством опытного музыканта Риммы Самигулиной школьники выступают на различных конкурсах, завоёвывают призовые места. И, надо сказать, получают от этого огромное удовольствие. Мне нравится играть, нравится выступать где-то, учить новые произведения. Мне нравятся ребята, они весёлые, дружные. Мне нравится играть на этом инструменте и нравится ритм. Мне нравится музыка. Я очень люблю играть на этом инструменте и очень люблю музыку. Школьникам любовь к музыке педагоги прививают и собственным примером. Пусть тогда черёбуха полынышится и поёт свечку страны. По традиции в рамках праздника состоялся не только небольшой концерт, но и экскурсия по музею, открытому при русском центре. Здесь собраны старинные предметы быта, музыкальные инструменты, домашняя утварь, посуда и даже старые фотографии. По словам руководства этнокультурного объединения, всё это призвано приобщить подрастающее поколение к культуре и традициям своего народа. Главная задача нашего центра – это сохранение культурных традиций, обычаев русского народа, межнациональной связи. Мы дружим с другими центрами национальной культуры, вот с Уйгурским, Корейский у нас был очень хороший центр. В центре в основном больше всего работают учителей, потому что главная задача – это всё-таки работа с молодёжью, им передавать все вот эти традиции, обычаи. В состав районного русского центра входят различные творческие коллективы, которые действуют не только при школе номер 17, но также при образовательном учреждении ЮНОНА. Здесь есть оркестр ксилофонистов, духовой гармоники, барабанщики и ансамбль лошкарей под весёлым названием «Мечта соседей». Коллективы уже имеют немало наград районного, областного и даже международного уровня, а буквально на днях эти талантливые ребята вновь стали победителями. Были на международном конкурсе «Мегапольский Зет», покорили всех, заняли самый главный приз – это кубок большой за большую дружную музыкальную семью. Также лошкари мои заняли гран-при на конкурсе, и вокал, и оркестр сводный выступал, духовая гармоника, и ксилофонисты заняли первое место. Одним словом, русским центром Ильинского района ведётся большая работа, нацеленная не только на сохранение культуры и традиций своего народа, но также на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, единства и согласия. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Казахстан передаст Таджикистану свыше трех миллионов боеприпасов. Министерство обороны разработало соглашение между правительствами двух стран об оказании безвозмездной военно-технической помощи, сообщает Хабар-24. Если документ ратифицируют, то Таджикистану отдадут больше трех миллионов патронов разного калибра. В военном ведомстве также уточняют, что Таджикистан обратился за помощью в связи с осложнением обстановки в районе таджикско-афганской границы еще в декабре 2019 года, то есть до обострения приграничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном. Более того, аналогичное соглашение подписано и с Кыргызской республикой. Казахстанка Сура Рахмонова стала чемпионкой мира по рукопашному бою, передает «Спортский Зет». Турнир прошел в Ташкенте. В финале весовой категории до 60 килограммов 22-летняя казахстанская спортсменка болевым приемом победила Мартину Птачкову из Чехии. Отметим, Рахмонова уже брала золото мирового первенства в 2019 году. Тогда, в своем дебютном поединке, казахстанка одержала уверенную победу удушающим приемом над Бекаем Акбалаевой из Кыргызстана. 40-летняя женщина пыталась выброситься из окна третьего этажа. Жительницу Восточно-Казахстанской области спасли сотрудники ДЧС. Они оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили, что на балконе, теряя силы, висела женщина. Сотрудник специализированного отряда спустился с четвертого этажа по спасательной веревке и буквально в последнюю минуту схватил женщину. Затем он аккуратно спустил ее на землю. В это время его подстраховывали спасатели и сотрудники полиции, растянув внизу полотно. Гражданку 1981 года рождения передали для осмотра скорой помощи. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Осторожно, граффити, не вызывающие никаких подозрений изображения идолов молодежи на стенах подъездов – это скрытая реклама синтетических наркотиков. Основные потребители – молодежь. Сотрудники спецслужбы ведут неустанную работу с наркодилерами. Так, с начала года впервые в Талдыкургане изъято 2 килограмма синтетики. В Алматинской области данный показатель составил 5 килограммов 300 грамм, что в 10 раз больше в сравнении с прошлым годом. О том, как сегодня выстраивают свои схемы наркоторговцы, узнаем из сюжета. Молодой человек, документы ваши можно? Сейчас, сейчас. Это состояние тех, кто употреблял синтетические наркотики. В обществе широко распространены такие химические соединения, как соль, скорость, меф. Наркологи утверждают, что у людей, употребивших один раз, нарушается психика, и они впадают в депрессию, вплоть до шизофрении и суицида. Психотропный препарат выпускается в виде порошка и лекарства. Его нюхают и пьют, смешивая в воде или вводят через иглу. В целом, действие синтетических веществ в пять раз выше, чем у марихуаны и гашиша. Если привыкание к героину появляется после десятого раза, а канабиноидам на 20-30 раз, в синтетических наркотиках всё иначе. Привыкание возникает при первых же двух применениях. Лица, попавшие в наркозависимость, не рвутся лечиться. Они даже не понимают, что попали в психологическую западню. Вести статистику наркозависимых сложно, уверяют специалисты. К примеру, в областной центр психического здоровья в 2019 году за три месяца обратился один подросток. А за последние два года эта цифра выросла в три раза. Избавиться от этой зависимости очень сложно, так как она влияет на сознание. Из десяти человек только пятеро могут вылечиться. Процесс восстановления непростой. Двое из пяти умирают, трое становятся инвалидами. Рост темпов распространения опасных химических веществ в стране обусловлен его доступностью. Синтетические вредные вещества продаются через WhatsApp, Instagram и Telegram. В текущем году сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности была задержана группа лиц из четырёх человек. Преступники арестованы за ведение интернет-магазина по сбыту синтетических наркотиков. На данный момент сайт заблокирован. Как сообщают сотрудники полиции, товар не продаётся напрямую. В его реализации участвуют посредники. Потребитель производит оплату онлайн. Через те же коммуникации покупателю сообщается адрес закладки и всё. Ни продавец, ни посредник, ни покупатель друг друга не видят. К слову, в Алматинской области основными регионами распространения синтетики стали Толгарский, Ильийский, Карасайские районы и город Капшигай. В течение пяти месяцев нами уже излучены три группы, которые занимались незаконным оборотом синтетических наркотиков. Первая группа была задержана здесь, в городе Талдукургане. Вторая группа была задержана в Толгарском районе. И третья группа у нас задержана в Ильийском районе. То есть все группы занимались реализацией синтетических наркотиков через интернет-сети. Мы проработали эту работу, была колоссальная работа проведена нашими сотрудниками. По результатам проведенной работы выяснилось, возраст задержанных от 19 до 30 лет. В этой связи управлением проводятся профилактические меры в образовательных учреждениях области. Агирим Сарымсакова, Мадина Берег-КЗ, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. К новостям мира. Американская корпорация Google заплатит штраф в размере 220 миллионов евро, который был ей выписан антимонопольным регулятором Франции. Ведомство пришло к выводу, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке рекламных услуг, предоставляя преимущество собственным технологиям в ущерб конкурентам и издателям. Ранее к регулятору обратились соответствующие жалобы несколько крупных европейских СМИ. В Google не стали оспаривать решение, предпочтя заключить сделку, и пообещали принять необходимые меры для исправления ситуации. Между тем, в конце 2019 года компания уже была оштрафована во Франции на 150 миллионов евро по аналогичному поводу. Кроме того, Европейская комиссия также уже штрафовала Google на общую сумму, превышающую 8 миллиардов евро. В Копенгагене протестуют против плана строительства искусственного острова Линнет-Хольм, соединяющего Балтийское и Северное моря. Экологи вышли на улицу после того, как датский парламент на днях утвердил этот проект. По расчетам он позволит обеспечить жильем 35 тысяч человек. Экологи собираются оспаривать решение в европейских инстанциях. Подрядчики утверждают, что искусственный остров обеспечит защиту порта Копенгагена от повышения уровня моря. Власти задумали строительство острова Линнет-Хольм в ответ на жилищный кризис. Полученные от продажи недвижимости средства планируется пустить на развитие инфраструктуры Копенгагена. Сегодня отмечается Всемирный день океанов. Они занимают три четверти всего земного шара. Но в последние десятилетия водная оболочка земли находится на грани экологической катастрофы. Популяции некоторых видов животных почти исчезли, а численность коралловых рифов сократилась более чем в два раза. Другая угроза – пластиковые отходы, которых по расчетам к 2050 году станет больше, чем рыбы. Эксперты утверждают, в прошлом году в мировой океан попало более полумиллиарда использованных масок. Это больше всей популяции медуз на планете. По данным ученых, ежегодно в океаны попадает 8 миллионов тонн пластика. 70% фактически уходит на дно. Некоммерческая организация Ocean Cleanup, между тем, заявила о старте проекта по излечению пластика из воды. Для этого планируется очищать реки, поскольку 80% мусора в океан попадает именно через них. До конца следующего года будет очищено 15 самых загрязненных рек, а излеченный пластик будет заново переработан для изготовления новых бутылок. Поверить в себя. Такого жизненного кредо придерживается рукодельница из Ильинского района Женезгульдаулетова. Вот уже 15 лет девушка шьет казахскую национальную одежду и курпен. Сегодня предпринимательница с инвалидностью не только зарабатывает сама, но и помогает реализоваться другим людям. Женезгульдаулетова – инвалид первой группы. В 11 классе девушка попала в аварию и была буквально прикована к постели. Именно тогда бабушка стала обучать ее рукоделию. Все начиналось с изготовления курак-корпе. Потом появились казахские национальные головные уборы. А сегодня ее, расшитые бисером и камнями камзолы, пользуются огромным успехом. Переломным моментом вспоминать Женезгуль стал первый конкурс, участие в котором помогло девушке понять, что она хочет быть известным дизайнером. В 13-м году в музее Костива участвовала в дизайнерском конкурсе. Первый раз, первый конкурс, просто так участвовала. И мы там взяли сертификат дизайнера, 50 дизайнеров участвовали из разных стран. Это первое достижение. По профессии Женезгуль – бухгалтер. Получить образование было непросто. Но будучи настоящим борцом по жизни, она сумела не только окончить вуз, но и заслужить высшие оценки. На этом девушка не остановилась. Недавно она прошла онлайн-обучение в российском вузе по специальности «педагог-психолог». А теперь планирует получить профессиональное образование дизайнера. Ведь пока Женезгуль не имеет творческой профессии. Судьба сложилась так, что 15 лет назад ее хобби стало призванием. В 2019 году она открыла ИП. И сегодня предприниматель не только сама живет полноценной жизнью, но и является примером для всех знакомых. В обществе я везде, и за границей, и по всему Казахстану, везде по выставкам, по форумам. Я вот, ну, как все живут, я так и живу, например, да, везде по конкурсам, по красивым мероприятиям, и сама устраиваю мероприятия, например. И я хочу, чтобы и инвалиды тоже не сидели, я хочу, чтобы им тоже обучать их тоже. Она борется за жизнь и учит всех, и женщин, многодетных, и инвалидов тоже научила у нас. И инвалиды есть, к примеру, да, вот Желдыс вот тоже работает, девушка-инвалид, как бы третья группа, но она сейчас работает, и рукодельница. Мы гордимся своей сестрой. Каждая работа, созданная умелыми руками этой талантливой девушки, уникальна и неповторима. Она творит от чистого сердца и всегда старается дарить радость окружающим людям. Недаром среди ее многочисленных наград красуется медаль «Гордость нации», полученная за усердный труд и желание сохранить казахское народное ремесло. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. В Талдыкургане стартовал чемпионат области по хоккею на траве среди подростков. В нем принимает участие 10 лучших команд ЖТСУ. Панау Сембекова продолжит. Областной турнир для участников чемпионата – отборно-республиканское первенство. Поэтому за главный приз идут жаркие бои. Спортсмены индивидуально демонстрируют все навыки. Ведь лучшие по итогам соревнования войдут в состав сборной области. Подготовка идет к чемпионату Казахстана, который также будет проходить у нас по 2007 годам и младше. А также по 2007 годам и младше у нас будут олимпийские, юношеские олимпийские игры. Мы прилаживаем все усилия, чтобы попасть на отбор и на олимпийские игры. Огромное спасибо нашему Амады Габасовичу, который делает все для нашего спорта и управления Алматинской области. Мастерством и профессионализмом отличился в областном турнире Мухаммед Асанулы. Тренеры возлагают на спортсмена большие надежды. Отметим, команда, в которой играет Мухаммед, стала чемпионом по индор-хоккею на республиканском первенстве в начале года. И в этом соревновании он намерен выложиться на полную, чтобы команда вновь вышла на первое место. Уже четвертый год занимаюсь хоккеем на траве. Сейчас мне 14 лет. Моя главная цель – стать чемпионом мира. Чтобы выйти на мировой уровень, нужно упорно тренироваться. И, конечно же, не пропускать ежедневные занятия. Итоги соревнования будут выявлены уже в четверг. Тогда и станут известны новые члены сборной области. И уже 21 июня чемпионам турнира предстоит защищать честь региона на республиканском уровне. Пану Сембекова, Жаркан Шентаев, Телеканал ЖТСУ. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова